В историческом музее открылась выставка заслуженного работника культуры, преподавателя музыкального училища, художника Олега Гайдамовича. Всю жизнь профессионально занимаясь музыкой, Олег Гайдамович много лет пытается выражать свое «я» посредством красок. Создаваемые им композиции вызывают большой интерес у самых разных аудиторий, слушателей, зрителей. На выставке собрались друзья художника, поклонники его таланта, все те, кто неравнодушен к творчеству мастера. В этом году Олегу Гайдамовичу исполняется 75 лет. Олег Игоревич, я вас от всей души поздравляю, поздравляю с наступающим юбилеем, здоровья вам крепкого, вдохновения, еще много-много раз выставляться, радовать нас своим творчеством. За свой творческий путь Олег Игоревич организовал более 25 персональных выставок. В этом году еще один юбилей, связанный с творчеством Гайдамовича – 35 лет художественной деятельности в Азбестовском историческом музее. Первая выставка состоялась в 1987 году. Не надо сказать, с этого времени Олег Игоревич больше никогда не расставался с музеем, потому что он практически во всех участвовал в городских традиционных выставках. У него в музее проводилось несколько персональных выставок. Более полувека Олег Игоревич выражает творческое «я» посредством красок и других материалов. Предпочтение отдает акварельным пейзажам и гуашевым композициям. Параллельно создает скульптурные инсталляции из дерева, металла и других материалов. Занимается фотографией. Самое главное, что его творчество, его музыкальные произведения, которые он исполняет, картины, которые он пишет, фотографии, которые висят в нашем музее, они, собственно, сделаны для людей. Не просто так, чтобы показать себя, а именно, чтобы каждый задумался о своем месте в этой жизни, о своем существовании как человека. И вот Олег Игоревич вот аккуратно, тонко, деликатно направляет вот именно к такому философскому прочтению его творчества. Гость выставки, поклонница творчества Олега Гайдамовича, Елена Челышева, познакомилась с работами мастера полтора года назад. Первый раз я увидела его персональную выставку. Она была посвящена осенней листве. То есть невероятно красивые работы. То есть, казалось бы, пошутный листочек. И передана целая история, целая жизнь этого листа. И после своей гибели этот лист продолжает нас радовать своей красотой. Вот так были переданы вот эти вот эмоции, скажем так, осени. И когда я узнала, что сегодня открытие выставки Олега Игоревича, конечно, я отложила все свои дела и приехала на эту выставку. Получила незабываемое удовольствие, незабываемые впечатления. Каждая работа рассказывает какую-то историю. Ты смотришь на нее, и мысли уносятся. И ты рассказываешь сама себе то, что ты видишь. Деревенский домик. Или поля бескрайние. Или он передает одиночество какой-то работы. На выставке мы спросили Олега Игоревича, как он стал художником, что его побудило взяться за кисти краски. Тут сыграли роль Гены. У меня дед был художником, членом Союза. Здесь, начав работу в музыкальном училище, я с какого-то момента очевидно ощутил, что мне чего-то не хватает. Мне недостаточно преподавательской работы. И меня потянуло вот в краски. И с тех пор, можно сказать, со дня основания этого училища, в 69-м году, я и работаю преподавателем, и занимаюсь для себя красками. Писать картины Гайдамович стал в 22 года. И этот творческий порыв самовыражения сохранился у Олега Игоревича до сих пор. Я пишу свои картины, сказал Олег Игоревич, «Когда на меня что-то находит, и это что-то выливается на бумагу». У меня нет задачи что-то изобразить. Даже я бы сказал, что задача приходит в процессе. Когда что-то начинает появляться, тогда и начинает созревать. Исключение имеют этюды натурные, когда я на природе и с натуры что-то решу. Это этюды, это не более того. «Когда ты соприкасаешься с прекрасным, то тебе открываются глубины, о которых ты даже не догадываешься», сказала замглавы города Екатерина Волкова. «Душа раскрывается настолько, что хочется дарить это тепло. И, наверное, это самое главное, что когда люди соприкасаются с этим теплом и могут его дарить, и тогда мир воцарится. И в такие непростые события, которые случаются сейчас в мире, мы понимаем, что этот островок удивительного, удивительного чуда поможет нам справиться со всеми сложностями, выжить в самые трудные моменты, быть едиными, любить наш город, любить нашу Родину. Нельзя сказать, что она малая, она великая наша Родина. Мы гордимся тем, что у нас живут такие прекрасные люди, могут создавать, могут дарить, а это значит, что мы будем жить, и будет жизнь продолжаться, и она будет счастлива. Поэтому спасибо вам, что вы являетесь частичкой того, что мы будем всегда гордиться и дарить, и передавать нашим детям. Спасибо вам. На выставке выставлено более 150 картин Олега Гайдамовича, и ни одна из них не оставит вас равнодушным. Юрий Чиликин, Андрей Осипов. Новости АТВ.